Здравствуйте! Вы смотрите еженедельную информационно-аналитическую программу «Взгляд с экрана». Цена концессии. В какие суммы горожанам обойдется обновление теплосетей? Гагарин расширяет границы. Поддержит ли область внутрироссийские авиаперевозки? Лучше, чем на Елисейских. Какие мировые достопримечательности можно найти в Саратове? Плюс 160 за стандартную однушку, плюс 229 рублей за обыкновенную двухкомнатную квартиру в месяц. Потяжелевшие платежки жители Саратова могут получить уже во второй половине 2020 года. Ожидаемое повышение – это результат концессии, которую в среду с ПАО «Т-Плюс» подписали в областном центре. Теплохозяйство передадут энергетикам сроком на 25 лет. В компании обещают масштабную реконструкцию изрядно изношенного хозяйства. Обратная сторона медали – оплачивать все обновления горожане, уже прочувствовавшие на себе бремя концессии водоканала и мусорную реформу, снова будут из собственного кармана. Концессия – как много в этом слове для сердца города слилось. Бесконечно текущей горячей и холодной воды по асфальту саратовских улиц. Итак, концессии, которые мы заслужили. На поруки инвесторам отдали коммуникации водоканала. Пока для обывателя из «Плюсов» – современная техника на краю бездонных ям с водой и новомодное ограждение вокруг бесконечных раскопок. Из минусов – перебои с водой летом и зимой, а главное – повышен тариф на мокрое дело. Обертка новая, содержимое старое. Регоператор управления отходами начал мусорную реформу с увеличением стоимости услуги и объяснение, что отныне содержимое баков будет сортироваться и перерабатываться. По факту мы получили все те же заваленные отходами дворы и новую городскую свалку за Энгельсом, где недавний пожар основательно подпортил воздух. Теперь принято решение отдать в добрые руки и отопление с горячей водой за одним столом губернатор Валерий Радаев, мэр Михаил Исаев и Андрей Вагнер, генеральный директор БАУТЭ+. Никогда такого не было. И вот опять. Событие ждало своей очереди больше года. Мы понимаем, из чего складывается инвестиционная составляющая и насколько она будет именно применяться в масштабах города. Для нас принципиально важно, чтобы тот объем, который предварительно оговорен финансированием, как можно быстрее, не растягивая на годы, для того, чтобы жители почувствовали изменения после подписания конституционного соглашения. В рамках соглашения Т-Плюс получает на срок 25 лет 582 километра тепловых сетей, 34 котельные и 119 центральных тепловых пунктов. Инвестиции в дырявое хозяйство почти 12 миллиардов рублей. Но пока у компании нет ни денег, ни как таковой программы. Расчет на кредитование в госкорпорации развития. При появлении механизма появляются, реально появляются инвесторы. Например, тот же ВЭП, там есть готовность, так, мы-то пока в предварительных схемах наших, для трехмиллиардового город готовы привлечь в любом графике. Было бы готово мы к этому все. И мы, как компания Т-Плюс, начинаем по факту подписания таких соглашений или там от котельных, мы начинаем инвестировать в совсем-совсем свои дедаемные деньги. И в нашем случае здесь, в этой программе, будет уже несколько сот миллионов рублей, которые прямо вкладывают. Но это начинает происходить только потому, что мы видим механизм возврата. Ну, мы же частная компания, это же не спонсорство, это не другие. Если мы вложили там рубль, мы должны понимать, когда его вернем. Естественно, что возвращение вложенного рубля возможно лишь за счет повышения тарифа. Этот вопрос и стал предметом обсуждения на недавнем заседании Городской думы. Представитель мэрии озвучил необходимость изменить предельный индекс оплаты за коммунальные услуги населения с 2,7% до 4% с 1 июля 2020 года. На основании постановления губернатора. Однако в бумагах от Т-Плюс отсутствовало подробное обоснование необходимости данного решения. Ну, на Думу они представили, там последний листочек, там есть таблица, из которой указано, значит, а какие же это, сколько же будет в рублях вот о гигакалории платить. Так вот, ну, не все понятно, что там эту таблицу нашли и не смотрели. А вот если по таблице смотреть, там следующие цифры есть. То есть, допустим, 2019 год конец, 3 тысячи 7 рублей, 2020 год, 3 тысячи 228, кажется, рублей. То есть гигакалории. Многие не знают, то есть, вот об этом. А вот если посчитать, вот эти ваши гигакалории, то есть на площадь и так далее, сколько же это в среднем, то есть будет обходить, там 50 квадратных рублей, сколько, то есть, вот эта оплата. Ну и вот эта вся ситуация, она как-то так, знаете, вот так вот заувалирована. Как говорит Андрей Вагнер, если повышение и будет, то фиксировано стабильно на ближайшие несколько лет. Соглашением определены ближние 4 года, которые имеют превышение на собственно инфляционным ростом. Деньги, опять же, считанные, и они под программу, под замену труб, изоляции, автоматизации, ЦТП, там все подробно расписано. В итоге, все, каждый рубль, короче, на место. Можно предположить, что затягивание подписания концессионного соглашения с ПАУТ и Плюс и было вызвано повышением тарифа, в размерах которого никак не могли сойтись стороны. Хотя мэр Саратова называет другие причины. Мы понимали, что и компания, которая говорит, ребят, мы понимаем, что те сети, которые есть у нас в той правовой форме, они с каждым годом будут только стареть. Поэтому либо мы уходим, либо вы нам даете возможность вкладывать инвестиционную составляющую в модернизацию сетей. А мы, как город, видели то же самое. Поэтому здесь обоюдное понимание и все, что мы проговаривали, оно на сегодняшний день наложено на бумагу по соглашению. Это первое. А второе откладывалось с двумя вещами. Первое. Нам необходимо все-таки было проинвентаризировать все хозяйство и в большей части, наверное, не то, что есть у компании, а то, что нет у компании. По мнению депутата Олега Комарова, повышение тарифа в рамках концессионного соглашения это лишь путь к еще большему увеличению долгов населения перед новоиспеченным инвестором. А не получится ли с позиции финансиста, экономиста, у вас сейчас полно долгов. То есть вот у нас население там и многие предприятия должны за тепло. А почему они должны? Потому что нет источников, нечего платить. Не из того, что вот они не хотели платить предприятия. 150 предприятий Саратове только закрыло, не надо забывать. Ну и понятно, что о новых предприятиях не создали. А получится, вот сейчас пройдет там 19-20 год и получится, что количество должников увеличится, физических, юридических лиц. В комитете по тарифам от комментариев пока воздерживаются. Ведомства еще не получили документов от Т-плюс. Размер тарифа будет зависеть от обоснования энергетиков. Но есть и оптимистическая нотка. Господин Вагнер заверил, что в соответствии с планом все работы будут проводиться в теплое время, а в зиму они никогда не копают. В России растет популярность внутренних авиаперевозок. Согласно официальной статистике отечественные авиакомпании за 7 месяцев этого года на региональных маршрутах перевезли больше пассажиров чем за весь 2018 год. Причем эксперты фиксируют трехкратное увеличение пассажиропотока. Рост специалисты прежде всего связывает с увеличением объемов субсидий на региональные перевозки. Саратов не стоит в стороне. У нас сеть маршрутов тоже расширяется. Со второй половины ноября из аэропорта Гагарин можно будет улететь в Сочи, Екатеринбург, Симферополь и Минеральные воды. Каковы перспективы региональных перевозок в области? Насколько власти заинтересованы в их развитии? Какую помощь перевозчики получат из бюджета? Ответы на эти вопросы искала наша съемочная группа. Аэропорт Гагарин начал работу почти три месяца назад. В наследство от Центрального воздушная гавань в Собуровке получило и расписание 90% рейсов в столицу. То есть в другие города страны приходится добираться через Москву. Расширение маршрутной сетки это шаг вперед. Еще один пока только в планах. В регионе надеются, что Гагарин получит статус узлового аэропорта. Это позволит удешевить авиабилеты. Узловой аэропорт это тот аэропорт, который имеет стыковочные рейсы, который соединяет другие менее значимые аэропорты. На сегодняшний момент в Российской Федерации 19 узловых аэропортов. Министерство транспорта Российской Федерации поддержало предложение Вячеслава Викторовича. Сейчас в стадии согласования находится постановление правительства Российской Федерации о том, чтобы наш аэропорт Гагарин стал 20-м узловым в Российской Федерации. Сейчас из Гагарина можно улететь не только в столицу, но и в Санкт-Петербург. К услугам пассажиров Аэрофлот, его лоукостер Победа, Севен, Пегас Флай и иркутские авиалинии ИрАэро. В Дубае каждый четверг летает Royal Flight. Два-три раза в неделю всех желающих улететь в Сургут переводит ЮТЭР. Рейсы в Сочи, Екатеринбург, Симферополь, Минводы заработают с 19 ноября. Перевозкой пассажиров на этих направлениях займется ИрАэро. Маршруты получат региональную субсидию в 61%. На эти цели планируется потратить больше 36 миллионов рублей. При службе ИрАэро подчеркнули, что речь идет о полетной программе, рассчитанной до 31 декабря этого года. На самом деле мы отслеживаем реакцию в различных форумах, соцсетях и видели по инстаграмму. Нас буквально благодарили наши будущие потенциальные наши пассажиры за открытие данных направлений, потому что люди ждали, когда они смогут нормально без пересадки в Москве или где-то еще напрямую улететь на юг. И тут же высказывают какие-то предположения, дополнительные просьбы о новых других рейсах, прямых рейсах, дешевых рейсах. Мы тоже присматриваемся к этим пожеланиям, потому что может быть в будущем мы возьмем их в работу и тоже какие-нибудь рейсы достаточно востребованные, достаточно часто задаваемые вопросы, может быть и откроем и отработаем. Что касается конкретно этих направлений, то заявка в Росавиацию уже подана, то есть мы хотим в следующем субсидируем рейсы вот эти существующие запускаемые продолжить. Посмотрим, какова будет реакция Росавиации, подтвердят или не подтвердят нам это пожелание. Но, тем не менее, мы хотим заявить, что мы надолго сюда пришли. Мы продолжим работу по субсидированию. Когда нас признают узловым, будем рассматривать совместно с Росавиацией возможности расширения дополнительной географии полета и снижения стоимости перевозок. Этот процесс, он постоянный, он живой и в течение года какие-то маршруты могут прекратить свое субсидирование, какие-то ввестись новое в рамках получившейся экономии федеральных средств либо областных. Поэтому здесь мы будем работать над совершенствованием нашей маршрутной сети совместно с авиакомпаниями, совместно с Росавиацией. Всего на сайте Росавиации в списке субсидированных региональных перевозок на этот год 242 направления, где участие областного бюджета варьируется от 30 до 61 процента. А есть направления, например, такие как Иркутс, которые полностью финансируются из бюджета федерального. Саратов на фоне других городов пока выглядит скромно. В лидерах Новосибирск, Казань и Красноярск. География полетов в каждом из них охватывает порядка двух десятков российских городов. И все же для Саратовской области открытие четырех дополнительных направлений – долгожданные события для жителей. Но этого недостаточно. Появятся ли в следующем году новые маршруты, которые в перспективе могут стать участниками программы субсидирования? И будет ли областной бюджет финансово поддерживать перевозки по уже имеющимся четырем направлениям? Ответа на эти вопросы пока нет. В пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин ознакомился с обновленным проспектом Кирова. Федеральный политик побывал на главной пешеходной зоне Саратова в рамках очередного рабочего визита в наш регион. Сейчас реконструкция Саратовского Арбата завершена. То, что сделано оценивается по-разному. Кто-то говорит о новой плитке, кто-то утверждает, что после сноса старых деревьев проспект стал просторнее, ну а кто-то наоборот считает, что лишившись зеленых насаждений, летом улица превратится в выжженную пустыню. Губернатор Валерий Радаев и вовсе, гуляя в минувшие выходные, по проспекту провел аналогии с Парижем Елисейскими полями. Говорят, на Елисейских полях такого нет. Правда ли? Не было? Ну, виртуально сейчас все могут посмотреть. Здравствуйте. Проспект Кирова часть большой пешеходной зоны. В будущем она замкнется в 8-километровое кольцо. Ранее работы по благоустройству проводились на улице Волжской и на бульваре по улице Рахова. В пятницу на прогулку со спикером Госдумы отправились чиновники, общественники и журналисты. Пойдемте. Идем. Будем проверять. Общественный контроль. Это я, как мы говорим, совет ветеран. Об этом мы и говорим. А то Михаил Александрович он может нам взять и что-то такое показать, что требует. Ну, сейчас я не требую. Оценки внимания. Сейчас все. Не порядок? В ходе прогулки внимание федерального политика привлекли разношерстные вывески на зданиях. Вот, смотрите. достопримечательность. Уже не встретишь в некоторых странах, где шубы производят. Живописные, да? Ну да. Идем. Да. Вперед вырвались. собрать всех тех, кто работает вот в этих небольших магазинчиках, кто открыл здесь свое дело. И с ними посоветоваться и как раз обсудить вот этот свой дизайн-код. Здесь диалог должен быть. Не директивный, а вот просто взять, обсудить и сказать. У города есть свой дизайн-код? Есть. Стиль есть? Есть. А раз есть свой стиль, давайте мы тогда будем придерживаться им. И у нас уйдет вот это все прошлое. Откуда пришло. Еще одна проблема пешеходной зоны – фасады исторических зданий и неухоженные дворы. А здание, Михаил Александрович, что мы будем займем и делать? Здание, дом, квартира. Не является только понятным. Ну, у нас, видите, пошел. И там, и здесь. А вот, смотрите. Не варили? Не варили? Потому что, смотрите, идут трещины. Запасные. А там, и самое главное, балконы, чтобы не обвалились. Если бы вечером пришли, ничего бы не увидели. А здесь все видно, особенно вот, смотрите. Говора. Надо будет там предусматривать. Потому что у нас, получается, фасадная часть парадная приведена в порядок. А вот, что касается внутридворовой и ветхой запущенной. Вот. Там снимайте. Сейчас над этим надо работать. Над этим прошлом. Да. Над средством больше. Мы сейчас готовимся к следующему году. Вот эти все внутренние вот эти входы, арки. Давайте посмотрим, где. А это уже угол Кирова и Горького. Здесь уложили найденную при реконструкции улицы брусчатку. Здание по соседству ожидает реконструкция. Это вот сейчас проспекты Горького. А это вот проект, который уже сделан, утвержден. И получив документы разрешительные, он будет в конце, ну там, осенью, следующего года, до конца года. Он, конечно, хочет сделать такую фасадную историю внешнюю. Восстановление, в том числе, в нашей школе города, в основлении, там, в оконозоне, почему не на русском языке? А это мы с ним, это, это мы с ним изучали? Нет, разговаривали, мы говорили по-другому. Важно по-другому. Да нет, мы не слушайте. Вопросов нет, если это в другой стране, а все-таки нам надо, чтобы вывески были на русском языке. разучимся, нас там никто не ждет, а свой язык забудем, а? Пап вам. Язык можно выучить в другой стране, но своим там не будешь. Каждая страна должна уважать себя. Будем себя уважать, нас другие будут уважать. Другие будут учить русский язык, а здесь, вот, написали они, пап. Дальше что? От этого, это здание папом не станет, от того, что вывеска пап. Да? Да. Это да. Или нет? Конечно, вот. Так страну можно потерять. Начнем с этих пап. Что сотворилось с языком? Вот, вот об этом и речь идет. Михал, вам папы нравятся? Нет, Леш, пускай напишет, пускай шоколад. Ай-яй-яй, а? Деньги зарабатывают здесь, богатеют здесь, ну, хотят быть англичанами. И чтобы утро встречать в пабе. Покажите мне одного, чтобы состоялся, чтобы ему в Англии такие деньги кто-то платил. Найдите. Ну, нет, вот он туда нам, пап. Михал, Саня, свою идентичность утратим. А что такое идентичность? Язык, культура, история, религия. Так или нет? Да. Правильно? Правильно, ну... Идеология. Нет, это не имеет отношения к идеологии. Ну что, вот, бистро, тандыр, стиль, радуйтесь за себя. Бистро, кстати, пошло от слова быстро, но нам же вернулось к другому. А это начать 19 века, когда наши казаки стояли в Париже и говорили быстро-быстро. И они в Париже подумали, им понравилось, и назвали бистро. А родоначальники и носители, если хотите, смыслом и моды, были русские люди, освободившие Париж от Наполеона Бонапарта. А потом, через 200 лет, отпущены к нам. Но уже быстро. Внимание Вячеслава Володина привлекла и точечная застройка в районе консерватории. Ну, вот видите, есть же что, посмотрите, да? А вот тоже, вот посмотрите, здание вылезло из-за фасадов. Тут точная застройка. Прямо петро пошло. Да. Не без участия представителей органов власти. Берите список жильцов, сказали, все понятно. А что тут можно сказать? Взяли бы этажность, сделали поменьше. Старая этажность. И все было бы хорошо. И вот это вот чудовище не вылазило бы на заднем поле. Правильно? Ну, а завершился променад на улице Волжской, то есть там, где несколько лет назад и родилась идея опоясать центр города большой пешеходной зоны. На этом все. Встретимся через неделю. Надеюсь, она подарит нам массу интересных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова